Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Друзья, это видео будет также важным и для новичков, которых в нашем полку прибыло, и для давних холдеров XRP и биткоина, которые держат их так долго, что требует напоминания о том, что происходит на фоне, вне заголовков мейнстримных медиа. Вы видите некий график на своих экранах. Он показывает нам конец финансовой системы в том виде, в котором мы ее знали. Это график так называемых сделок Репо. В данном случае мы говорим о сделках Овернайт, которые совершаются за ночь. Позвольте мне объяснить вам простыми словами, что такое рынки Овернайт Репо. Здесь сказано, что сделка Репо это фактически сделка по краткосрочному кредитованию. Формально это похоже на кредит под залог ценного имущества. Суть состоит в том, что продавец продает покупателю, например, ценные бумаги, с условием, что покупатель продаст их обратно, спустя оговоренное время по оговоренной цене. Разница в цене, за которую покупатель приобретал эти бумаги и потом продает их, называется процентной ставкой сделки Репо. Обычно это происходит Овернайт. То есть обратный выкуп ценных бумаг должен произойти уже на следующий день. Банки очень часто и охотно используют такой вид краткосрочного кредитования для того, чтобы всегда иметь капитал, чтобы обеспечить ликвидность. Так что же случилось в сентябре 2019-го? Рынок Репо рухнул. Это был совершенный коллапс. И это была та отправная точка, когда старая финансовая система официально получила инфаркт. С тех пор она находится на искусственном жизнеобеспечении. Правительства вмешались, центральные банки постоянно накачивают рынки ликвидностью, то есть печатают миллиарды, а иногда и триллионы долларов в день. Все для того, чтобы эта система окончательно не утонула. Мы уже начинаем видеть некоторые индикаторы того, что центральные банки приближаются к гиперинфляции. ФРС США говорит, что их задача удерживать инфляцию на уровне 2%. Это чушь. Настоящие инфляционные ставки куда больше. Они собираются печатать деньги бесконечно. А значит и валюта инфляцировать тоже будет бесконечно. Вот что они на самом деле делают. В то же время мы видим, что банки покупают золото, серебро и цифровые активы. Они незаконно придерживают цены драгоценных металлов. Они покупают криптовалюты вне биржи, чтобы не влиять на курс. Эти финансовые институты и банки будто бы читеры в компьютерной игре. Они создают условия, чтобы купить дешево, а продать дорого. Вот почему и к чему мы готовимся. Готовимся к новой финансовой системе. Ripple XRP, Bitcoin, Ethereum, другие криптовалюты. Это наш хедж против всех рисков. Наш план B. И по факту это действительно единственный ответ, который у нас остался. По моему личному мнению, это возможность, чтобы спасти себя. Друзья, коллапс рынка Рипо в сентябре 2019-го показал, что кризис ликвидности для банков сейчас как никогда актуален. Печатание денег сейчас, в 2020-м, показывает, что раненая система никак не заживет. Именно поэтому я считаю инвестиции в Ripple XRP резонными. Ликвидность по требованию, вот что дает Ripple XRP, это называется On Demand Liquidity. Помяните мое слово, вот что будет в новой финансовой системе. Остается лишь спекулировать, когда именно она будет запущена. А она будет запущена. Мы уже видим сокращение наличных денег, банкротство компаний, создание цифровых валют центральными банками. Мы также видим фондовый рынок, находящийся на исторических пиках совершенно без фундаментальных и экономических причин. Только лишь вмешательство правительства и количественное смягчение – единственные две причины. В марте мы уже видели остановку экономики и массивный обвал рынков. Теперь мы видим, как они пытаются снова вести локдауны. Это еще не полная остановка, но уже частичная. Даже у нас в стране мы уже видим карантин выходного дня. Ждите большую распродажу на фондовом рынке опять. Посмотрите, что делают умные деньги. Вчера я уже говорил об этом, но сегодня добавлю. Ripple сам продает акции MoneyGram. Зачем? Подумайте об этом. С тех пор, как MoneyGram заключил партнерство с Ripple, их акции выросли больше, чем в пять раз. Ripple спас умирающую компанию. А теперь Ripple фиксирует прибыли. Забавно, с кем Ripple не начинает сотрудничать, все они либо спасаются, либо поднимаются еще больше. И это еще одна причина, почему я инвестор в Ripple XRP. Умные деньги начинают продавать акции, в том числе и Ripple продает акции MoneyGram. Это может свидетельствовать о грядущем коллапсе фондового рынка. Я стараюсь находить и освещать на своем канале именно такие новости для классов, а не для масс. Однако, я тоже являюсь массой, мне лишь приходится спекулировать, какие именно новости получают классы. Именно так мы и приумножаем свое богатство, медленно, но уверенно. Анализируя множество поступающей информации и рисуя четкую картину происходящего. Например, Pfizer, американская фармацевтическая компания, которая разработала на 90% эффективную вакцину против известной заразы, продает 62% своих акций сразу же после публикации новостей о вакцине. Я думаю, это тоже индикатор того, что фондовый рынок ждет откат. Я думаю, это еще один пример инсайдерской торговли. Вспомните, как сенаторы США в марте продавали акции еще до того, как рынок обрушился. Я показывал это в своих видео. Они встретились, чтобы обсудить кризис здравоохранения, и сразу же после этой встречи продали свои акции. Вчера я показал вам, что Уоррен Баффетт, Тим Кук, Джефф Безос, Блэк Рок, все эти миллиардеры мира, которые зарабатывают миллиарды долларов во время этого кризиса, продают акции. Это потому, что они что-то знают. Они в этом элитном клубе, в который 99,9% населения не входит. Но зато я могу попробовать подсмотреть изнутри, что они делают. Ни один телеканал или другой мейнстримный медиа-ресурс для вас этого не сделают. Они говорят лишь то, что им сказали говорить. На вас им плевать. Так же, как и на меня. Судя по всему, что они делают сейчас, коллапс традиционной финансовой системы происходит сейчас. Переход в систему, где будет работать on-demand liquidity от XXXRP происходит сейчас. Переход в систему цифровых валют центральных банков происходит сейчас. Почему, думаете вы, они показали нам этот мини-памп XXXRP? Именно мини-памп. Потому что я думаю, нас ожидает такой буллран, что 2017 год покажется просто маленькой вспышкой на его фоне. Грядущий буллран создаст мультимиллионеров за короткий период времени. И среди них окажемся и мы. Холдеры биткоина, Ripple XRP и других криптоактивов. А меня зовут богатейший Ди. Ставьте лайки, это помогает продвигать видео в алгоритмах ютуба. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Как обычно, я очень благодарен вам за каждый ваш просмотр, лайк, комментарий и подписку. Поэтому подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok